Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, слышите ли меня? Лучше? Нет. Сейчас попробуем наладить. А так? Так хорошо. Так нормально, да? Да. Отлично. Супер. Добрый вечер. Дорогие участники. Так лучше. А, ну все-таки не идеально? Или есть помехи? Или нормально все-таки? Нормально. Нормально. Как вчера. Нормально. Отлично. Так, у нас еще есть пару минут. Мы подождем, пока все соберутся. Напишите в комментариях там или плюсик поставьте, видно ли вам презентацию на экране. Заставка должна быть. Да, все нормально. Отлично. Супер. Так, тогда немного, спасибо. Немного технических моментов. Мы, пока у нас будет идти беседа с лектором, микрофоны у всех участников будут выключены. Но вы можете, и это очень даже приветствуется, если вы будете писать по ходу рассказа и по ходу беседы вопросы в чат. Мы после того, как основную информацию лектор расскажет, ответим на ваши вопросы, озвучим их обязательно, поговорим еще. Поэтому не стесняйтесь, пишите. И потом, там есть такая функция в чате поднять руку, значок. Если вы захотите что-то сказать, ну, это уже после окончания основной части, то, пожалуйста, нажимайте вот этот вот значок «Поднять руку», мы будем видеть и будем вас подключать. Так, время у нас уже, ну, уже, да, пора начинать, 9 часов вечера. Сегодня у нас вторая беседа из цикла ежедневных встреч на этой неделе клубов русского языка. Клубы русского языка, организованные на данный момент во Франции и в Польше при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и на грант просвещения Министерства Российской Федерации. Они функционируют для того, чтобы наши соотечественники за границей и те, кто изучает русский язык, и те, кто является носителями, слушали и участвовали в творческих встречах с лучшими лингвистами, представителями науки и культуры российской. И таким образом участвовали в современной культурной жизни русскоговорящего сообщества, узнавали для себя что-то новое, возможно, чем-то делились бы тоже какими-то своими знаниями. Вчера у нас была прекрасная совершенно, я считаю, беседа с Владимиром Пахомовым, и завершили мы ее на том, что обсудили, какого же все-таки рода слово «метро». Выяснили, что сейчас метро среднего рода, так как мы все привыкли, метро оно, но вначале, когда только появилось метро, слово было мужского рода, потому что это был метрополитен. И выходила даже газета, по-моему, советский или московский, по-моему, советский, наверное, советский метро. Довольно непривычно сейчас для нашего уха звучит, но, однако же, это было так. И сегодняшний вечер мы посвятим рассказам, разговорам о первой линии московского метро. Если вы знаете, как она называется, это первая линия московского метро, может быть, знаете, какого цвета первая линия московского метро. Ну, кто здесь москвичи? Да, Сокольническая. Да, москвичи точно знают, но кто-то еще. Рассказывать о первой линии московского метро, о том, кто же были первые метростроевцы, что это были за люди, что они недоговаривают в своих воспоминаниях, насколько реальность отличается от того, что читали люди в то время в советских газетах, ожидая появления первого метрополитена. В Москве. В общем, все-все легенды, тайны, которых невероятное множество, связанных с московским метро, мы вряд ли сегодня успеем озвучить, но очень многое успеем обсудить. Рассказывать о первой линии московского метро сегодня вам будет Мария Юрьевна Галкина, экскурсовод, кандидат филологических наук. Мария Юрьевна, подключайтесь, и правильно ли я назвала ваши регалии? Да, регалии у меня скромные. Меня слышно? Меня слышно? Слышу, не очень хорошо я. Я пока отключу тогда видео. Да, хорошо слышно, я буду вас слушать. Так, да. Мария Юрьевна? Да, мы можем начинать? Да. Ну, то есть меня слышно, я вот не знаю, видно ли меня. Это не обязательно, собственно, главное видеть презентацию. Вас видно и слышно, и презентацию видно. А, ну все, отлично. Все хорошо. Единственное, что только технический момент один озвучу, вчера мы тоже об этом говорили. Вот обычно лекторам в процессе дистанционных каких-то лекций хочется видеть глаза участников. Я не знаю, как вот Мария Юрьевна в этом плане, какие у вас предпочтения, но мы за время карантина провели очень много онлайн-мероприятий, и всегда хочется какого-то, ну, наверное, контакта немного с участниками, со зрителями. Поэтому, наверное, если есть возможность у участников, мы попросим их остаться с видео, чтобы видеть какой-то живой отклик, может быть, да, и смотреть друг другу в глаза. Если Марии Юрьевне так будет удобно тоже. Да, Мария Юрьевна, вы нам скажите, как лучше. Да, безусловно, конечно, мне было бы, мне бы это доставило большое удовольствие. Можно действительно видеть своих собеседников, но в любом случае для меня главное – это чтобы люди чувствовали себя удобно. Если им удобно с выключенными камерами, значит, пусть будет так. Если они могут камеру включить, я буду очень рада, конечно, видеть их реакцию и читать по лицам, может быть, вопросы, когда что-то надо повторить, паузы какие-то и так далее. Да, пожалуйста, не забывайте писать вопросы в чат. Мы их обязательно потом озвучим, и Мария Юрьевна тоже будет видеть эти вопросы. Обязательно обсудим. Так что, да, Мария Юрьевна, начинаем. Пожалуйста, подсказывайте мне, когда переключать слайды. Я буду их переключать. Да, ну вот, собственно, можно начать с первого слайда, вот со следующего. Мы начнем историю московского метро с советского периода, хотя проекты строительства метро в Москве появились еще до революции, но это отдельная большая тема. Сейчас мы будем говорить о тех событиях, которые происходили в Москве в 20-е, 30-е годы. И начать стоит, видимо, с даты 12 марта 1918 года. Это день, когда Владимир Дмитриевич Боннч-Бруевич подписал извещение, в котором говорится о том, что отныне советское правительство будет располагаться в Москве. «Извещение о переезде в Москву». Оно было подписано 12 марта, а опубликовано 16 марта. В этот момент уже, собственно говоря, переехал в Москву и Ленин, и переезжает в Центральный комитет. И эту публикацию вы сейчас видите на экране. Москва в 1918 году была пустынным, мрачноватым городом. Обратите внимание на развитие революционных событий. Если в Петрограде, городе рабочем, городе, зараженном революционными идеями, городе даже с таким вот флером и ветром, холодными ветрами Балтики, и ветром анархизма, революция произошла довольно быстро, то в Москве было оказано сопротивление, шли военные столкновения, несколько дней бои. И когда в марте 1918 года сюда приезжает правительство Новой Советской Республики, город выглядит пустынным, растерянным, видны следы обстрелов, и в городе нет людей. Люди стараются не выходить на улицу, и более того, люди просто покидают город, потому что уже несколько месяцев большие перебои, собственно говоря, с продуктами, и начинается отток людей в деревню, где люди надеются с наступлением весенне-летнего сезона как-то прокормить себя руками. Но через некоторое время, по мере того, как гражданская война уходила на периферию, страны в городе начинают открываться столовые, закрепленные за некоторыми коллективами, рабочими коллективами, за некоторыми предприятиями, учебными заведениями. В этих столовых дают еду, и это иногда единственный способ вообще раздобыть еду в городе. Кроме того, благодаря, уже спустя еще год, благодаря НЭПу появляются продукты, продукты питания, и люди начинают возвращаться в город в поисках работы. Стало ясно, что именно сейчас, именно здесь, в Москве, можно сделать головокружительную карьеру. Стало ясно, что строится новый мир, и в этом мире можно сделать, удачу может сделать зигзаг. Главное в Москве зацепиться. И вот народ хлынул в город. Между тем, жилищного фонда, несмотря на все уплотнения, в ней не хватает. У Зощенко в рассказе «Нервные люди» есть такая фраза, оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. И если происшествия различной степени тяжести случались между соседями в квартире, с которыми вы каждый день видите, с которыми вы вместе живете несколько лет, то можно себе представить характер взаимоотношений незнакомых людей в транспорте. Вот с транспортом в Москве было плохо. Ходил трамвай. Давайте посмотрим следующий слайд. Ездили извозчики, стали появляться автомобили, пока как личный транспорт, потом появилось такси, но к нему было очень настороженное отношение. Автобусы были, но их было настолько мало, что фактически они не влияли на состояние транспортной системы города. И таким образом основным видом транспорта был трамвай. Скорость трамвая составляла 5-6 километров в час. Это, как вы понимаете, скорость пешехода. Эта скорость была ниже, чем скорость предшествующего вида транспорта, который тоже ходил по рельсам в конке. У конки скорость была 8 километров в час. Трамваи стали ходить медленнее. Почему? Во-первых, из-за разросшихся трамвайных путей необходимо было все больше и больше охватывать районы. И таким образом паутина трамвайных путей увеличивалась. Увеличивалось количество трамваев. Они шли, как вы видите, вот здесь на старых фотографиях довольно плотно друг за другом. И поэтому скорость движения у них была, конечно, небольшая. Кроме того, еще представьте, перебои с электричеством, техническое оборудование того времени. И вы поймете, что, конечно, постоянные поломки, происшествия на дороге. тут же присутствуют извозчики и очень много пешеходов. Почему? Действительно, на старых фотографиях мы видим на улицах Москвы огромное количество людей. Такое ощущение, что только что буквально прошел какой-то митинг, и люди с него разошлись по своим делам. На самом деле митинга никакого нет. Это просто ежедневная картина. Дело в том, что люди стали чаще ходить пешком, потому что если скорость трамвая такая же, как скорость пешехода, то, в общем-то, может быть удобнее не ждать трамвая, не толкаться там, а преодолеть то же самое расстояние пешком. И действительно, люди в большом количестве перемещаются по городу. Надо сказать, что я видела однажды подобную картину, когда вот несколько лет назад в Москве отключили электричество, и в том числе остановилось московское метро. Когда люди поднялись на поверхность, вот то, что мы сейчас с вами видим на этих фотографиях 20-30-х годов, это было очень похоже на то, что вот могли увидеть мы, значит, современники. То есть огромное количество людей, оказывается, там под землей находится, которые мы не замечаем. И когда эти люди выходят на улицы города, это становится, конечно, сразу заметным. Итак, основной вид транспорта трамвай. Между тем, за буквально несколько лет, за 2-4 года население Москвы увеличилось в 2 раза. Люди прибывают сотнями тысяч, то есть с 1 миллиона оно увеличилось до 2, до 2,5, и дальше начало, соответственно, интенсивно расти миллионов. И по подсчетам экспертов, для того, чтобы удовлетворить потребность в транспорте, необходимо, чтобы трамваи летом курсировали с промежутком в 20 секунд, а зимой с промежутком в 50 секунд. То есть это абсолютно фантастическая скорость. Я могу сделать отступление, сказать, что вот сейчас в московском метро интервалы между поездами составляют одну минуту, и это вызывает уважение у коллег, у иностранных коллег по отношению к российскому метро, поскольку организовать такое интенсивное движение довольно сложно, бесперебойно, чтобы каждую минуту, а в часы пик доходит даже до 50 секунд, поезд прибывал на платформу. Это, считайте, весь цикл должен приехать, остановиться, открыть двери, взять пассажиров, закрыть двери. И уехать. Вот. Так что, конечно, старались пускать трамваи как можно чаще, но вы понимаете, что таким образом, ну что такое трамвай в промежутке 20 секунд? Они просто выстраивались в один плотный паровозик и совершенно не двигались дальше. Вот мы можем посмотреть следующий кадр. Сколько трамваев скапливается на одной улице. Видите, да, они просто стоят вплотную друг к другу. Скорость извозчика была выше, но с московскими извозчиками требовался особый навык общения. Вот что пишут известные очеркисты того времени Ильфа Петро. Их было множество. Лихачи на дутиках, просто лихачи. Ваньки приличные и ваньки совершенно невозможные. Дневные извозчики и извозчики ночные. Лихачи установили по отношению к седокам тон издевательской сверхпочтительности. Даже в советское время они титуловали седоков. Лучшим седоком считался пьяный. Лихачи заманивали его радостными криками. Ваше сиятельство. Ваше сиятельство. Я напомню вам, что обращение ваше сиятельство это вообще-то обращение к человеку княжеского достоинства. Не меньше. То есть в табеле о рангах установленной Петром Первым это самый высший разряд гражданина. Седоков похуже, то есть трезвых, но в порядочной одежде и с покупками называли ваше благородие. Если же человек носил маленькую полуответственную бородку, то ему давался новый чин. Пожалуйте, ваше первосвященство. Что же было, собственно говоря, в нем ужасного в этом извозчике, если видите, он так мило обращается к людям, называет их вашим сиятельством. Посмотрим, как он выглядел. Зимой и летом извозчик ездил в одном и том же армяке с высочайше утвержденными сборками на зади. Над козлами возвышался его важный зад, похожий на очищенный мандарин. Свою лошадку Ванька путем долголетних упражнений самым подлым образом приучил к особому аллюру, имеющему все внешние признаки рыси, но не превышающему скорости обыкновенного шага. Двигаясь таким образом, Ванька симулировал бешеную езду, чмокал губами, подсвистывал, размахивал кнутом и даже приставал на позлах. Торгуясь седоком, Ванька держался так, будто дело шло не о том, чтобы съездить с Варварки в Харитоневский переулок или с Кривоколенного в Кривоарбатский, а так, словно ему предстояло положить голову на плаху. Тон его был всегда жалостно-бешабашный, в его речи было много всяких эхма, что же, ехать-то оно, конечно, можно. То есть, представьте себе ситуацию, что вы спешите, вы готовы заплатить, но вам еще надо уговорить этого извозчика, хотя ситуация такая, что у вас, в общем, ну, как бы наглядно есть альтернатива, это вот, например, трамвай или ненадежный, тогда еще малонадежные автомобили. Но вот извозчика приходилось уговаривать, хотя, конечно, он был заинтересован в заработке, но, тем не менее, вот этот диалог, он непременно происходил между извозчиком и Седаком. И, согласившись, извозчик не переставал поддерживать его, этот диалог, в духе, что вот и овес-то опять вздорожал, и что лошадь сейчас содержать крайне невыгодно, и что вообще за такие деньги он вас везет, что фактически себе в убыток просто он работает. И при этом представьте себе вот качество экипажа, в котором едет человек, это оборванный, потрескавшийся, холодный, кривой, грязный такой вот экипаж. И более того, представьте себе запах, который идет от этого извозчика, поскольку вечером Ванька пьет чай на заезжем дворе в трактире. На нем тот же армяк, хотя из 30-ти градусного мороза он непосредственно попал в 30-ти градусную жару, в трактире пахнет навозом, валенками, потом и сеном. Трактир называется Париж. Как и сегодня люди, которые не могли себя найти и обеспечить жилья в городе, селились в пригороде и каждый день приезжали в Москву на работу. Вы можете себе представить, что творилось на площади трех вокзалов, когда единовременно прибывали электрички на все три вокзала и вся эта толпа хлынувшая из электричек на улице города, она должна была одномоментно куда-то деться. Трамваи, увеличение количества трамваев физически не могло спасти ситуацию, то есть трамваи просто не успевали эту толпу вывозить. Вот иллюстрация на следующем слайде. Это Сухаревская площадь, вот вы видите не сохранившуюся до наших дней Сухаревую башню, там нет вокзала, но вы посмотрите, что происходит. Чтобы в такой ситуации запрыгнуть в трамвай нужны были особые навыки. Вот как об этом пишут те же авторы. Жизнь не такая простая штука и надо быть готовым ко всему. Перед тем, как выйти на улицу, московский житель принимает меры предосторожности. Пуговицы пальто пришивает сапожные дратвы предварительно натертой канифолью. Так будет крепче. В коложе набивается бумага. Они должны так плотно держаться на ногах, чтобы в минуту решительной схватки на подножке трамвая их не могла сорвать никакая сила. В крайнем случае пусть оторгут вместе с ногами. Шапки надвигаются на брови. Теперь уши пассажира легкомысленно торчат в разные стороны. Это некрасиво, но зато шапка туго сидит на голове. На худой конец пусть лучше оторгут уши. И вот он идет по улице, то есть не идет, а бежит. Ветер свищет в его топыренных ушах, пуговицы и калоши блистают на солнце, зажмурив глаза и невольно шепча себе под нос «Давай, давай!» Он прыгает в вагон, первые полкилометра он висит на подножке, крепясь и раскачиваясь на поворотах. Сердце холодеет, когда смотришь со стороны на этого пожилого человека, но ему не страшно. Поглощенный желанием пробраться внутрь, он презирает опасности. Внутри вагона тесно. Ну, понимаете, тесно. Тесно, потомки. Почему так беден русский язык? 50 человек в вагоне, 100 человек в вагоне, 300 человек в вагоне. Определение одно, тесно. Разве это слово годится, когда в вагоне 251 пассажир, 9 милиционеров, 7 матерей с детьми и 4 инвалида? Вот, то есть, конечно, эта ситуация, она высмеивалась и вообще отражалась в газетах неоднократно. Вот другой журналист пишет, все физики мира, которые отстаивали ту точку зрения, что материя непроницаема, могли бы на примере московского трамвая убедиться в консервативности своей теории. Нормальные трамвайные вагоны на остановках выбирали в себя невероятные толпы людей и выбрасывали из своих утроб столько же пассажиров, сколько и большие океанские пароходы. То есть, в общем, законы финики московский трамвай нарушают и это демонстрирует, может увидеть любой желающий. Но что интересно, посмотрим на дореволюционные фотографии, вот на следующем слайде, и мы увидим, кажется, на первый взгляд похожую картину, да, люди висят на подносках трамвая. Почему? Но причина другая. Дело в том, что нижние чины, солдаты, во время Первой мировой войны имели право ездить в трамвай только таким образом, да, только на площадках или если это был транспорт двухэтажный, то они могли, соответственно, забраться наверх, вот на, как бы, в открытый, такой, да, открытие палубы, как на теплоходиках есть такое, вход в вагон солдатам был во время войны категорически запрещен. Кроме того, в трамваях не полагалось ездить лицеистам, вот видите, на нижней фотографии мы как раз видим, значит, гимназистов, вот, они тоже едут на подножке, а на верхней фотографии тут люди в шинелях. воспитанникам кадетских корпусов, юнкерам, генералам и адмиралам, то есть, ни самые низшие чины, ни самые высшие генералы и адмиралы, они вот пользоваться общественным транспортом не могли, то есть, такая социальная дифференциация существовала и была довольно-таки жесткой. Значит, было очевидно уже в середине 20-х годов, что с транспортной системой города надо что-то делать. В этот момент начинает работать особый отдел, созданный специально для разработки проекта московского метро, отдел МГЖД, Московские городские железные дороги. Обратите внимание на это слово городские, мы привыкли к тому, что железные дороги это транспорт, вид транспорта, соединяющий населенные пункты. Между тем, развитие города, понимаете, сейчас нам очевидно, что метро это очень удобно, а тогда это не было совсем очевидно, и вот и в дореволюционных проектах, и после революции в советское уже время обсуждали, где разместить, собственно говоря, рельсы, то, что это будут рельсы, было понятно, вот где они должны проходить, на поверхности или под землей. Ну вот в московских городских железных дорогах был создан отдел для разработки подземных, подземного трамвая, как тогда говорили обыватели. и когда специалисты, которые работали в этом отделе, а надо сказать, что его численность была очень небольшой, сначала это был один человек, потом три, в итоге численность кажется дошла до 15 человек, но по-моему не больше. Когда они посчитали стоимость этих работ, то понятное дело, что стоимость оказалась очень высокой, и начинается соответственно обсуждение включать эту стройку в пятилетку и откуда брать на нее деньги. И в 28 году на страницах газеты «Правда» развернулась дискуссия. Рабочие требовали передать вопрос о строительстве метро на обсуждение широких масс, то есть чтобы это обсуждение не замыкалось внутри Моссовета, чтобы это обсуждение было как можно более публичным, и рабочие считали необходимым высказать свое мнение по этому поводу. Люди, в чем был смысл дискуссии, что люди предполагали, что может быть надо эти деньги направить на какие-то другие, более насущные с их точки зрения нужды. Люди приезжают в город, им негде жить. Условия проживания иногда были просто чудовищные. Понимаете, 28 человек на квадратный метр. И кроме того, развитие инфраструктуры города в целом тоже требовало неотложных мер. Мощение города, ведь булыжные мостовые кое-где лежат тротуары, но с таким количеством пешеходов вы представляете, что происходит с этими булыжниками, вымощенными мостовыми. Вот мы видим тоже на фотографии такую мостовую. Кроме того, параллельно правительство начинает взаимоотношения с немецкой фирмой Siemens для того, чтобы эта компания разработала проекты московского метро. Соответственно, Siemens надеется на то, что предложив проект, они станут его исполнителями. Советская правительство на это не очень хотело идти. Очень трезво рассуждая в таком духе, что во-первых, нам нужны свои собственные специалисты, а не нанятые. Во-вторых, просто нанятые специалисты обойдутся очень дорого. Тут проект стоит уже довольно много, а сколько будет стоить еще его исполнение. И тогда началась переписка с Siemens и специалисты из Siemens фиксируют следующее сведения, что создается впечатление, что советская сторона старается получить как можно больше информации, не заплатив за нее, что было чистой правдой. То есть действительно под видом таких вопросов, а вот скажите, у вас тут в проекте обозначено такое-то крепление, а каким образом вы его собственно говоря будете крепить, под видом этих уточняющих вопросов, конечно, советская сторона хотела получить как можно больше сведений для того, чтобы реализовать проект все-таки своими силами. Когда отдел существовал уже около пяти лет, в 1930 году в него приходит проверка, то есть финансирование на отдел идет, появляются по городу геодезические вышки такие разведывательные и значит вот приходит проверка, где который хочет посмотреть на результаты этой пятилетней работы и результаты не показались убедительными, поэтому отдел был закрыт, а его сотрудники арестованы. Некоторые сотрудники получили срок заключения. Это случилось в 1930 году, а 6 января 1931 года Москва остановилась из-за погодных условий, из-за каких-то вот по каким-то еще причинам, видимо, все-таки количество людей и транспорта достигло в городе высшей точки, и Москва просто встала в транспортном коллапсе, то есть это была абсолютная пробка, все заблокировали всех, трамваи, извозчики, лошади, автомобили, все это перестало просто двигаться, отдел арестован при этом, с Сименцем контакта тоже нет, такого работы конкретные не начатые, поэтому вопрос о строительстве метро принял уже, вышел среди всех прочих острых вопросов, которые стояли перед властями города в 20-30-е годы, вопрос с транспортом вышел на первое место, давайте посмотрим следующий кадр, да, это вот о дискуссии на странице газет «Правда», я тут привела фотографии пионерской правды, а не взрослой правды, вот, просто у меня не нашлось фотографии этих номеров, где можно прочесть вот письма рабочим, где они высказывают свои опасения по поводу того, что строительство метро может быть сейчас не целесообразно. Ну и в 31-м году на июньском пленуме ЦК ВКПБ принято решение о строительстве метро. Вот на следующем кадре мы видим резолюцию этого пленума. Стройка объявляется ударной и первую линию планируют закончить осенью 1934 года. Итак, решение принято, вопрос исполнения, кто будет собственно говоря заниматься проектированием и инженерным руководством. Проблема инженерных кадров стояла очень остро. Представьте себе, что вот решение принято в 31-м году, а в мае 30, простите, а к 1-му августу 32-го года на строительстве метро занято 185 инженеров. Это очень немного. И посмотрим на квалификацию этих инженеров. Геодезия, горное дело, бурение, канализация, там уличное строительство, там не знаю, железнодорожное строительство, строительство железнодорожных мостов. Специальность метрополитен и строительство тоннелей имеет один человек. Один человек, Семен Николаевич Розанов, он имел опыт строительства метро в Париже, он там работал, и он и состоял вот в этом отделе МГЖД, который был закрыт в 1930 году, а сам Розанов был арестован и находится в заключении. Ну, набрали еще, нашли еще несколько человек, которые ездили в командировке, на стажировку ездили за границу и видели, как там строится метро. Кого назначить на эту стройку? Было понятно, что эта стройка будет носить грандиозный характер и нужен, соответственно, человеку, у которого есть подобный опыт руководства такими глобальными проектами. Был назначен руководителем Павел Павлович Роттерт. Мы видим его портрет на следующем слайде. Павел Павлович Роттерт. Он в этот момент занят на строительстве Днепрогресса. То есть вы представляете масштаб этой стройки и масштаб, соответственно, этого человека. Вот условием Роттерта было выпустить из, вернуть из заключения Розанова. Кроме того, конечно, было ясно, что своих квалифицированных кадров не хватает и нужно привлечение иностранных специалистов. В мае 1933 года на строительстве метро было занято 16 иноспецов, иностранных специалистов. 7 человек немцы, 4 американца, 2 чеха, австриец, латыш, французский еврей, 11 евреев из Америки русского и польского происхождения и главный консультант, американец Джордж Морган. Стройка разворачивается под личным контролем Лазаря Кагановича. Вот мы видим его на следующем слайде в окружении метростроевцев. Лазарь Каганович первый секретарь к этому моменту Московского комитета ВКПБ, член Политбюро, правая рука Сталина, он работал еще вот в этот момент работает, занимается хозяйством в Украинской СССР и собственно говорят там в Харькове, в Запорожье и развернуты самые крупные стройки Союза на тот момент. Давайте посмотрим следующий кадр, следующий слайд. Вот мы видим слева это Павел Павлович Роттер справа в белой кепке Лазарь Моисеевич а в центре как вам кажется вот узнаете вы этого человека тоже в такой залихватской кепке с эмоциональным жестом это Никита Сергеевич Хрущев молодой вот он был партийным начальником на Донбассе 10 декабря 1931 года пришли первые рабочие на Русаковскую улицу и начали обычными лопатами рыть странный наклонный ход вот сейчас на этом месте 70-х годов висит памятная доска мы можем ее увидеть на следующем слайде обратите внимание на дату да вот только что мы зафиксировали что в 33 году еще было недостаточно технических специалистов для строительства метро а работы начались уже ведутся в 31 году действительно ситуация складывалась именно таким образом когда еще инженеры ведут дискуссии относительно того каким способом строить метро открытым ли способом когда останавливается улица поскольку улица это пустое пространство не занятое домами то очень легко ее разрыть уложить туда туннель и обратно снова зарыть это самый быстрый и самый дешевый способ но вы видели что творится на улицах города представьте себе что одну из них мы остановим то есть Кремль отверг идею остановить для строительства метро маховую сразу же вот но на остальных улицах ситуация была не лучше вот сначала хотели Арбат построить таким образом но потом нашли другой ход уйти во дворы то есть рыть таких вот маленькими ямками если на бытовом языке говорить а не разрывать сразу большую площадь на улице чтобы не перекрывать эту трассу потому что Нового Арбата еще не было как вы понимаете в этот момент Арбат была очень важной городской магистралью или может быть надо рыть кессонным способом то есть мы на поверхности земли ничего не меняем мы уходим в шахту там образуем такой вот создаем такой кессон в котором выстраиваем подпорки и начинаем в этом кессоне такая как бы клеть с людьми работающими они начинают выбирать руду или с помощью проходческого щита но где этот проходческий щит достать один был закуплен английский щит его привезли в Москву и сначала на него смотрели понимаете это же было не столько орудие сколько учебная модель потому что было очевидно что с помощью одного щита который проходит ну может быть метр за день да мы не сможем выстроить тоннель длиной 11 километров и вот в этих в этой ситуации поскольку решение пленума ЦК было принято в июне 1931 года то в декабре работы начались причем начались они еще раз говорю обычными лопатами и горожане с изумлением смотрят на этот вот странный наклонный ход которые строят эти рабочие углубляющиеся под землю когда подобные стройки стали появляться в других местах жители города они просто были напуганы что ведь эти ходы они ведут под дома значит наши дома могут упасть в скором времени кроме того была еще одна жуткая вещь значит поскольку Москва в общем как любой почти что все крупные города стоит на вот каком грунте ведь города строятся возле рек да там где есть разливы рек чтобы была постоянно вода и эти некоторые отвекления ручейки различные они уходят под землю и там создаются плывуны это смесь воды с песком и глиной и пока этот плывун находится так сказать в запечатанном состоянии он просто стоит на месте но как только попадает воздух то есть вот мы вскрыли глину плывун начинает двигаться и он превращается в что-то очень страшное потому что это огромная масса двигающегося грунта который вы не можете ничем остановить его нельзя лопатой понимаете выбросить он жидкий для этого и в то же самое время он подвижный вот и для борьбы с этими плывунами придумали значит вот используя кессонный способ строительства когда кессоны дают давление и это давление да оно выталкивает отталкивает воду и это дает возможность рабочим уложить в этот момент своды так это давление которое дают под землей одно отражается и на том что происходит на земле лужи вода стали пузыриться снизу же идет давление ну и вы представляете да какое впечатление эти пузыря кипящие все город начал но это наступили последние времена просто вот возле кремля особенно были какие-то большие такие вот разливы и кремль прямо закипала и в общем это было конечно наводило в общем действительно большой страх на обывателей когда проект был все-таки разработан решили первую линию московского метро строить разными способами в зависимости от рельефа то есть где-то это был открытый способ строительства а где-то уходили на большую глубину по предложению молодого инженера московского он предложил еще один способ поднырнуть под плывун не бороться с ним а постараться под него уйти вот таким образом была построена например станция красные ворота понадобилось сразу большое количество людей уже когда мы знаем что именно мы хотим строить и нам надо построить как можно как можно скорее настройку кинули комсомольцев кроме того старались привозить людей со всей страны то есть существовали особые вот люди которые занимались вербовкой рабочих на строительство московского метро и действительно люди поехали в Москву тысячами снимались целыми деревнями брали на строительство в том числе и женщин ну давайте посмотрим следующий слайд следующий слайд значит положение женщины в 20-30-е годы конечно отличалось от того от традиционной культуры сложившейся на протяжении многих веков в России когда муж уезжал из деревни в город на заработки это начало происходить да вот с развитием производства с развитием капиталистических отношений в конце 19-го начале 20-го века и жена ждала его возвращения и собственно говоря могла рассчитывать только на то что он ей привезет воспитывала детей была находилась фактически в полной зависимости от него иногда муж мог загулять на месяц другой иногда он вообще не возвращался потому что с ним могло что-то случиться и новая роль женщины в этой новой реальности в этом новом государстве она конечно удивляла и в то же время вот открытые возможности они понимаете ведь представьте молодые сильные женщины они же любопытные да и это тяга к жизни тяга к познанию нового и кроме того еще какие-то конкретные бытовые вещи да потому что метростроица это все-таки хоть какое-то жилье это питание это было очень важно что там была своя столовая там был свой такой вот небольшой продуктовый магазинчик и это работа то есть это зарплата и поэтому женщины тоже спустились в шахты метро и тоже становились шахтерами и вот образ этой женщины он попадает в том числе и в живопись вот давайте посмотрим как увидел эту женщину строительницу Александр Самохвалов вот справа вы видите женщину в руке которой одной рукой она опирается на какую-то основу а в другой руке у нее отбойный молоток или посмотрите на ее формы посмотрите как лежит какими складками лежит одежда на бедрах вы понимаете что это фактически прямая цитата и автор хочет чтобы мы вспомнили античные образцы на следующей фотографии мы видим простите ну вот репродукции мы видим женщину да вот титана она вся состоит из сплошных мускулов и наконец вот на третьей картине посмотрите ну это да это богиня это вот голубые тона да он такой рассеянный богиня опирающаяся на лопату то есть подобно тому как у античных богинь были какие-то атрибуты да там вот афина сова да у советских богинь атрибуты это орудия труда ну в каких условиях жили метростроицы я сказала что им предоставляли жилье давайте посмотрим следующий кадр в 35 году был снят фильм который называется есть метро его можно посмотреть он выложен на ютюбе вот и значит в этом фильме рассказывается как раз о том же самом периоде который сейчас обсуждаем мы фильм конечно сделан довольно наивно вот показано образцовое жилье метростроевцев вы видите это просто идиллическая сцена да люди сидят аккуратно сидят за столами занимаются живописью музицируют танцуют читают книги ну в общем ведут самый культурный образ жизни и развиваются между тем не во всех не во всех бараках жизнь проходила именно таким образом вот что пишут что говорят вернее это стенограммы стенограммы интервью с метростроевцами в бутиковских бараках это бутиковский переулок до сих пор нет дров воды а также нет кипяченой воды в бараках для питья уборной нет рабочие справляются справляются вокруг бараков чайников кружек нет белье рабочим не стирают матрасы мешки с сеном по 4 месяца не меняют в общежитии клопы и грязь вот комсомолец говорит мы тут живем невыносимо плохо по 10 дней не топили бараки и сейчас если мы дров со стройки не принесем то наш барак останется холодным мы обращались много раз в правление метростроя но все наши просьбы оставались невыполненными вот мы вокруг бараков гадим оправляемся а весной будет зараза уборной не могут построить то есть условия жизни были прямо скажем тяжелые наилучшее впечатление производил поселок метростроевцев в Лужнецком проезде это рядом с Новодевичьим монастырем вот он был образцовым там у каждого жильца имелось собственное полотенце деревянные крашеные полы их убирают уборщицы на окнах занавески стоят цветы в горшках кровати с бельем и заправленные и удалось вывести блох значит в общем жизнь в этом бараке была налажена но так было не везде как живут женщины в этой обстановке вот рассказ свидетельства одной комсомолки у меня есть сын четырех с половиной лет его воспитывает сестра моей матери чтобы он не мешал мне в общественной работе и на производстве домашним хозяйством я не занимаюсь когда я прихожу домой в восемь часов утра мой муж уже на службе и я сплю пока не высплюсь часто и свободное время я провожу в шахте я сама не могу сказать почему хожу туда иногда я остаюсь дома и мне нечем заняться куда пойти ты забываешь всех знакомых и родственников и идешь на шахту ну или вот еще одно свидетельство зачитаю уже последнее когда я прихожу на шахту я слышу знакомые голоса смех юноши и девушек сливающийся воедино там звучит украинская песня и мне становится легче на сердце как будто я нахожусь в каком-то другом мире вот это конечно характерное такое признание что я нахожусь в каком-то другом мире действительно надо себе представлять отчетливо из какой реальности приехали эти люди которые работали на стройке в московском метро они ехали из глубинки они ехали из деревень где ни разу никто не видел электрической лампочки они впервые иногда в городе видели и получали возможность поспать на постельном белье то есть отсутствие этих удобств о которых мы сейчас говорили оно было конечно вопиющим но осознавалось оно как вопиющее именно потому что стали появляться примеры другого образа жизни другого уровня жизни и особую атмосферу энтузиазм вселяла конечно вот это молодая коллективная совместная работа надо сказать что для метростроевцев действительно организовывали досуг действительно этим занимались и вот первое что им предложили и такое вот действительно масштабное это свой собственный аэродром вот поэтому тема неба станет чрезвычайно важна для метростроевцев давайте посмотрим следующий кадр вот сделали да такую гиф эффект что мы как бы видим пролетающий этот самолет и опускающийся груз рабочий машет настройки это мозаики Александра Александровича Дейнеки установленные на станции метро Маяковского тема мозаик сутки советского неба если вы пройдете по перрону из одного конец другого вы посмотрите на небо темной ночью увидите на следующей мозаике как начинает светать и меняется его оттенок и дальше увидите день посмотрите на рабочих на спортсменов на яблони и снова значит вот увидите закат и салют над спаской башней это было сделано не только для того чтобы вот создать ощущение невесомости свода поднять свод спустить воздух но это было для метростроевцев еще очень важно почему они работают под землей работают в чрезвычайно тяжелых условиях не хватает воздуха сырость холодная вода и в то же самое время духота из-за того что воздуха не хватает и самые тяжелые работы это если вы работаете в кессоне под давлением люди же не понимают что это такое а приходя домой когда они выходят на поверхность у них начинает выкручивать суставы идет кровь из носа из ушей и для того чтобы как-то да вот компенсировать этот тяжелый труд метростроевцы они мало того что они как показано в этом действительно пропагандистском фильме есть метро там якобы танцы устраивают какие-то они еще после рабочей смены собираются и едут на аэродром в Тушино где учатся прыжкам с парашютом и ведению и пилотированию и надо сказать что некоторые метростроицы станут во время Великой Отечественной войны военными соответственно пилотами будут управлять истребителем в том числе и женщинами ну как проходила работа внутри в тоннеле об этом рассказывает например Юлиус Фучик давайте посмотрим следующий кадр вот он едет в Азию и по дороге остановился в Москве спустился в шахту метростроя ему повезло он попал на сбойку сбойка это когда встречаются две бригады которые идут под землей навстречу друг другу и это момент был очень волнующий для строителей вот они считают каждый метр так осталось 50 метров осталось 45 метров и появляется в конце концов азарт из-за чего люди действительно не выходили из шахты по 8 9 10 11 часов хотя рабочий день у метростроевцев особенно те которые работают под давлением был 4-6 часов но люди там действительно оставались после работы для того чтобы пройти этот значит свой фрагмент быстрее навстречу идущей с той стороны бригаде и Юлиус Фучик описывает вот значит такую встречу бригад одна из них под руководством бригадира Вазых Замалдинова мы его видим справа на фотографии вот слева это Юлий Фучик справа Замалдинов и он последние 45 метров фактически не выходил из не выходил из шахты кто он такой Фучик рассказывает простой крестьянин потом стал насильщиком а вот сейчас бригадир на метрострое и строгий бригадир Володя ты какую смену уже стоишь без отдыха третью сейчас же немедленно из шахты домой отдыхать это Замалдинов выгоняет своих рабочих но в бригаде Замалдинова случилось то чего никогда не было поднялся бунт не пойдем домой останемся пока не пробьем тоннель и Замалдинов сделал то чего никогда не делал поступил со своим авторитетом то есть Замалдинов пошел навстречу командиру и они делают зарубки с каждым часом они приближаются на полметра к встречной бригаде и вдруг начинают слышать грохот грохот пневматических отбойных молотков идущих с той стороны вдруг падает известняковый пласт и через небольшое окошечко бригада смотрит на вот встречную бригаду конечно это был такой момент счастья но не обо всем любят вспоминать метростроевцы понимаете ведь люди не меняются по постановлению ЦК ВКПБ по передовицам в газете правда и известия за один день люди не меняются и действительно существовала дискриминация по национальному признаку дискриминация женщин и еще была очень распространена та дискриминация которая и сегодня встречается на разных производствах дискриминация по отношению к молодежи представьте себе что вот вы старый рабочий старый шахтер у вас есть опыт большой и вот вы спускаетесь вы строите что-то новое это не просто угольная шахта это тоннель метро но тем не менее и вам начинают говорить что теперь все по-новому что вот теперь новые знания и так далее и людям становится конечно немножко обидно что их знания не нужны и тут приходят молодые комсомольцы и не всегда помогают молодым вот понимаете не дают нужных советов могут спрятать инструмент в случае вредительства зафиксированный ну этот вот тогда называется вредительством да может быть это было понимаете проявление такой же человеческой ревности когда инструмент портили да забрасывали туда гвозди об этом метростроевцы не вспоминают почему это было не совсем прилично эти межличностные отношения они уходили на второй план перед теми угрозами которые с которыми каждый день встречались эти люди а угрозы были какие собственно говоря они боролись со стихией им надо преодолеть землю преодолеть плывуны воду однажды в кессоне вспыхнул пожар из-за того что никак не могли остановить плывун и давление подняли слишком высоко и произошло возгорание что там может гореть под водой так кессоны они же сделаны из дерева это очень мощный лес леса надо было много на строительство метро кстати говоря бригадой руководила бригадиром была девушка вот инженер частяков выпуская людей вперед и один рабочий погибли несчастных случаев на метрострое было довольно много не существовало понятия техники безопасности инструкции тогда только вырабатывались и вырабатывались они исходя из того что люди какой опыт они предпринимали о количестве смертей нам известно о 16 несчастных случаях приведших к смерти даже если это не полная статистика все равно она в общем отражает порядок жертв это все-таки речь идет не о сотнях а о десятках и вот наконец 15 мая 1935 года в этом году у метро юбилей метро было торжественно открыто на вечере прошедшем накануне посвященном открытию метро Сталин выступил с речью и эту речь если вам интересно мы сейчас послушаем она занимает 3 минуты давайте посмотрим следующий кадр а ну это Ильф и Петров да которые вот авторы замечательных очерков о метро а вот ролик как-нибудь можно запустить Сталин там произносит такие выражения которые не вошли потом в печатные источники то есть он так очень себя свободно ведет с аудитории он начинает свою речь с фразой ну что же вы мне так сильно аплодируете вы подождите не аплодируете вы еще не знаете что я скажу я прошу прощения видео у нас видимо не запустится к сожалению не запустится да ну ладно хорошо это 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 речь есть на ютюбе и вы можете совершенно свободно ее там посмотреть она вот три минуты буквально занимает значит каково было отношение к метро обывателям метро начали ждать как чудо фантазировать о нем как о чуде еще до его открытия вот перед нами книжка со стихотворениями Елизаветы Тараховской она урожденная Парнах это поэтическая так и творческая семья ее сестра ее сестра София Парнок и брат Валентин Парнах вот брат близнец Валентин Парнах Елизавета Тараховская она вот видите написала стихотворение цикл детских стихотворений о метрополитене нам шагать по лестнице незачем с тобой лестница кудесница везет сама с собой только за перила покрепче ухватись ух как покатила сверху вниз и в каждом стихотворении это книжка 33 года да еще метро не открыто но обсуждают на страницах печати как работает щит собрали вместе с английским щитом советский щит вот проходческий да в туннеле под землей они устроили конечно между собой соревнования какой щит пойдет лучше каким способом надо строить закрытым или открытым обыватели обсуждают это все была большая проблема с эскалаторами потому что эскалатор нам не хотели продавать не хотели продавать эскалатор ну вот сразу требовали большой заказ да потому что было понятно если сейчас продадут там один эскалатор то мы тут же свой построим и вот приходилось какими-то понимаете разведывательными по рекламным чуть ли не по рекламным проспектам выяснять как же как же он устроен и все это воспринималось совмещалось вот как чудо и как чудо рукотворное техническое вот и поэтому в каждом стихотворении вот этой детской книжки она есть в интернете вы увидите этот мотив чудо если прочтете замечательные иллюстрации она переиздавалась несколько раз и всегда с очень хорошими иллюстрациями ну а когда метро открылось да вот как же изменилась реальность давайте посмотрим следующий кадр наверное тоже мы не сможем запустить да песнь старого извозчика нет увы с видео сегодня у нас к сожалению не получается не получается да вот но то же самое она в открытом доступе вы ее хорошо знаете да чтобы запрячь это что же в жизни получается в мире перепуталась давно чтобы запрячь тебя теперь я отправляюсь значит от сокольников до парка на метро да обращается вот герой этой песни извозчик своей морозки отправляюсь чтобы тебя запрячь на метро не пешком иду не на трамвае а теперь вот так вот еду на метро вот фото выразительное такое извозчика рядом уже со станцией метро и метро воспринимается как действительно какой-то другой мир как модель какого-то другого мира там все будет иначе вот если здесь на поверхности клопы грязь склоки то там в метро там не плюют там не курят ну и вот какую зарисовку делают Ильф и Петров они делают ее еще вот значит как бы проектируя в будущее как же будут себя вести наши старые знакомые многоопытные москвичи жертвы трамваи и собственного темперамента возможно что на поверхности земли где-нибудь на трамвайной остановке они еще некоторое время останутся верны себе будут по-прежнему ссориться попрекать друг друга мягкой шляпой но даже и тут пойдут новые веяния тоже шляпу надел тебя бы в метро ездить под землей же несомненно восторжествует мягкость нравов необыкновенная вежливость даже радушие не толкнул ли я вас локтем бабуся нет-нет голубчик ваш локоть от меня на целый метр но все равно извините бабуся пожалуйста могу извинить если вам это доставит удовольствие очень очень рад да уж я как счастлива ужасно приятно было познакомиться с таким милым молодым человеком и посылают друг другу воздушные поцелуи они расстанутся бабуся сойдет в охотном ряду а милый юноша поедет ну куда же конечно в ленинскую библиотеку вот теперь что касается скажу два слова о такой теме как советское метро как значит инструмент пропаганды ну мы с вами видели как развивались события да очевидно что решали насущную городскую проблему о том что это будет такой грандиозной с идеологической точки зрения проект эта мысль уже оформилась очевидно впоследствии во время строительства и конечно же оформление метро да и вот я говорю даже межличностные отношения не то что там архитектура они транслировали некую новую модель поведение как бы вот да новый мир я расскажу такую позволю себе рассказать заключение такую историю из личной жизни в студенческие годы я работала подрабатывала зимой на елках у меня была очень ответственная задача это был маленький камерный театр и я должна была до начала спектакля зайти за кулисы потому что во время спектакля уже было сделать это невозможно кулисы фактически упирались в зрительный зал и в тот момент когда в конце спектакля дети уже посиневшие от напряжения кричат в пятый раз раз два три елочка гори именно я была тем человеком которая втыкала елку в розетку и как вы понимаете у меня было довольно много свободного времени потому что все действие я была совершенно ничем не занята я подглядывала щелочку за залом и вот какие наблюдения я сделала маленькие дети 4-5 лет они относятся ко всему происходящему совершенно серьезно они убеждены что вот снеговику грозит неминуемая опасность вот в виде растопления коварным огнивом а дети постарше семи восьми девяти лет у них реакция на все происходящее совсем другая они чувствуют себя взрослыми и глядя на действия на сцене глядя на малышей которые всему этому верят они все происходящее воспринимают как обман и тогда их поведение подчинено такой провокативной практике то есть они могут подойти к актеру и спросить баб яга почему ты мужчина а из чего сделана твоя борода дед мороз то есть вот они в этот момент в этой провокации чувствуют свою зрелость свою многоопытность кто получает самое большое удовольствие от спектакля это родители которые сидят на галерке которые понимают что перед ними театральное представление но в то же самое время могут оценить сценарий да то есть действительно начать сопереживать героям и оценить и способ воплощения этого сценария да то есть актерскую игру и так далее когда я вожу экскурсии для иностранных туристов привожу их вот на станцию метро Киевская например это станция очень неудобная для показа потому что она очень маленькая и там всегда очень много народу но обойтись без нее никак нельзя давайте посмотрим вот на следующем слайде видите фрагмент это фреска вот такой вот пышный пышный такой барочной раме да то иностранцы смотрят и с видом взрослых детей которые раскрыли обман говорят а да да вот она пропаганда и очень нравится произносить само это слово пропаганда как слово в значении это все обман это неправда но я такой простой видите эксперимент решила такую демонстрацию простую сделать вот слева фотография фотография конечно постановочная потому что вот выстроена композиция но рабочие непостановочные рабочие очень реальные да шахтеры а справа фрагмент вот одно из пано фреса из пано на станции метро киевская или посмотрим на следующий слайд вот вы видите это экскурсия идет вот да или какая-то группа остановилась группа девушек что-то обсудить может быть они там договариваются о встрече посмотрите на девушку в углу справа и сравните ее с красавицей действительно фантастических размеров какой-то овощ не знаю что это редька вот мне кажется они все-таки чем-то похожи ну давайте посмотрим последний слайд это фотография того поезда который первый самый первый поезд который прошел по только что построенному туннелю конечно же его пассажирами стали сами метростроевцы надо сказать что туннель был готов в феврале 35 года и вот еще три месяца по нему курсировали поезда кто кто в них катался приглашались передовики производства коллективы какие-то отличившиеся для чего это нужно было для репетиции пассажиропотоков машинисты учились впускать пассажиров выпускать пассажиров и так далее и вот посмотрев на лица этих людей почитав их воспоминания мы с вами видели встречались с журналистами с инженерами с руководителями видели как непросто проходил выбор проекта поиск специалистов строительства метро можем теперь путешествия по московскому метро смотреть на его архитектуру на сюжеты которые заключены в его фарфоре фресках мозаиках смотреть глазами взрослых а не детей благодарю вас за внимание отвечу если у меня получится на ваши вопросы спасибо большое Елена ой Мария Юрьевна простите я просто чатик тут переписываю с нашими участниками еще это было безумно интересно и я думаю что я тут не только свое мнение выражу но и всех остальных участников метро московская авеяна конечно огромным количеством легенд и особенно интересно всегда свидетельства очевидцев которые вы зачитывали в том числе это конечно же ну никакие документальные даже наверное недокументальные записи неправильно выразилось статьи того времени они конечно же объективную картину не отражают а вот воспоминания очевидцев совершенно другой вопрос я как житель 33 года своей московской жизни до того как переехать во Францию я прожила на филевской ветке поэтому киевская и все вот эти интерьеры и то что вы показывали рассказывали очень близки мне лично но вот хочу задать вопросы наверное наиболее часто возникающие когда заходит речь о московском метро во-первых если мы сегодня говорим о самом начале появления метро в Москве почему именно такое направление было выбрано для первой сокольнической линии почему именно вот этот вот вектор почему именно начали копать вот там где начали копать проанализировали движение пассажир потоков на поверхности и в принципе вот та схема метро которую мы имеем сегодня она с небольшими отклонениями была понятна в 20-е годы и еще даже может быть до революции было непонятно где рельсы класть на земле на эстакадах или под землей а то что схема будет такой это было понятно об этом говорит структура города сложившаяся в средневековье еще да Москва это не Питер это город который складывался стихийно разрастался стихийно кольцевая радиально-кольцевая его структура вот и первая линия московского метро она была с разветвлением вот уходило две значит отрезочек на в сторону Арбатской и другой отрезочек шел на вот парк парк культуры в Сокольнике возил ну вот потому что проходила по самым многолюдным улицам того времени а что касается схемы московского метро кстати вот еще одна очень известная легенда о том что кольцевая линия коричневая появилась на карте потому что в свое время Сталин поставил кружку с чаем или с кофе с чем-то на проект схемы метро который ему представили на обсуждение вот остался след от его кружки который потом никто не решился как бы никак проигнорировать и появилась кольцевая линия вот насколько это соответствует действительности опровергнуть эту легенду не составляет большого труда сейчас очень много людей которые проявляют любительский но фактически уже профессиональный интерес к сфере метро они ведут блоги и публикуют первоначальные проекты строительства метро и таким образом набрав вот в поисковике задав такой запрос типа вот первые планы строительства метро вы попадете на тексты с большим количеством в хорошем качестве вот таких схем и увидите что кольцевая кольцевые линии на этих на всех схемах были и уже очень-очень давно жаль такая легенда интересная есть интересная легенда о том что в московском метро живет Чупакабра она тоже очень волнущая да ну немного практически такой вопрос я опять же как я сказала я всю жизнь жила на филевской ветке метро на голубой но сейчас вот ее некоторое время назад там модернизировали и теперь я оказалась на синей ветке внезапно но не суть голубая и синяя ветка московского метро филевская арбатская покровская славится тем что на них есть станции с одинаковыми названиями две арбатских у нас и две смоленских вот я лично пострадала из-за этого в подростковом возрасте когда мальчик мне назначил свидание там лет я не помню сколько 15 мои наверное назначил мне мальчик свидание на смоленской а я приехала на другую смоленскую и мы вот час там оба просидели на разных смоленских а потом созвонились и выставили друг другу претензии по поводу того что другой не пришел а мы просидели в метропор на разных станциях почему неужели такая скудная фантазия была для меня если честно это тоже загадка я знаю как сложились как появились эти две станции дело в том что значит во время Великой Отечественной войны снарядом первую смоленскую пробило поскольку она была не глубокого заложения она была где-то не дальше чем 15 метров глубиной попал снаряд и соответственно эту станцию закрыли и начали строить другую параллельную ей ее построили и назвали собственно говоря смоленской и арбатской так вот у нас появились вторые смоленские арбатская а через несколько лет эти две законсервированные станции решили вернуть к жизни вот их открыли и соединили вот с новой филевской веткой вот так у нас получилось две арбатские и две смоленские они находятся территориально на поверхности недалеко друг от друга поэтому носят видимо одно имя но то что это катастрофическая ситуация для назначения свиданий я с вами тут совершенно согласна при том что очень многие названия станции метро меняли свои названия на протяжении времени да там тот же Александровский сад который был какая-то была Калининская Коминтерна да да и так далее но почему-то вот именно вот арбатский для арбатских и смоленских не нашлось почему-то вот других названий почему-то их так и не переименовали но я слышала такую версию что опять же к следующей легенде переходя правительственное метро да вот эта вот линия что филевской линии изначально прокладывали она не должна была быть для широкой публики предназначена а вела от кремля к даче Сталина Кунцева ну сейчас рядом метро Славянский бульвар есть такая вот версия и насколько вообще вот это как это называется правительственное там тайное метро кто как называет насколько вот это все реально ну смотрите расскажите все нам уже ну поставим себя на место правительства которое заседает в Кремле и нуждается в эвакуациях да ну наверное да это было бы это было бы практично теперь что касается метро ли они там построили или что-то другое нет они построили что-то другое потому что метро это вид транспорта городской вид транспорта для пассажиров вот значит любые другие тоннели это уже не метро это не для пассажиров ну и наконец если это связано с правительственной безопасностью то это связано соответственно с государственной безопасностью и это является государственной тайной поэтому интерес к этой сфере закономерен мы люди любопытные это собственно говоря и дает нам возможность открывать в жизни новое но когда любопытство доводит до того что люди ну пересекают границу дозволенного это может обернуться сломленной судьбой то есть просто за это можно получить тюремный срок за проникновение в государственную тайну вот так что вот ситуация такая а что касается двух арбатских и двух смоленских то все трагично поскольку сейчас пошли по тому же самому пути сейчас переименовали вот те железнодорожные станции которые примыкают к метро когда можно сделать прямую пересадку их взяли и переименовали дали им те же самые названия что метро то есть эту ситуацию которая у нас была на двух станциях ее теперь усугубили и она теперь действует там еще на порядка 30 станций да ну надо всегда конечно уточнять вот у нас в чате в комментариях там участники наши пишут тоже о том что иностранные туристы всегда восхищаются красотой московского метро я кстати говоря сейчас пока говорю я попрошу наших участников пожалуйста напишите в чате откуда вы нас смотрите слушайте там город страна потому что вчера у нас была по этому поводу очень интересная статистика и в конце ее тоже зачитаем вот по поводу красоты московского метро я вот тоже как житель Франции ну вот я живу в Страсбурге у нас нет метро в городе но очень конечно часто приходится бывать в Париже и парижское метро ну для любого москвича там парижское метро или какого-то там другого крупного города я не знаю там стамбульское какой угодно любой европейской столице это конечно ну как кошмар и ужас и никаких там художественных изысков нет немножечко такие потуги на некие элементы искусства вот я видела в скандинавских метрополитенах но в Европе нет парижское метро это мало того что там нет никакой художественной такой составляющей в таком масштабе в котором есть московском метро а парижское метро еще и очень устарело в плане функционала то есть там очень узкие старые переходы очень мало эскалаторов то есть как ну вот на мой взгляд человек мало мало мобильного вот там с какой мощностью в плане подвижности ну просто нереально в Париже спускаться в метро и чем было обусловлено вот такое богатство интерьеров хотя казалось бы в советскую эпоху наоборот вот все вот эти излишества Дани не приветствовались и тут вдруг такие дворцы у нас вот в пределах кольцевой линии немножко за ее диаметром почему вот ну потому что хотели обогнать и перегнать или почему именно такой дворцовый стиль роскошный здесь надо ориентироваться в исторических эпохах дело в том что европейское метро в Англии во Франции в Берлине в Нью-Йорке в Америке да оно было построено совсем другую эпоху это конец 19 века вот ну сначала 60-е годы это в Лондоне а затем вот 92-й там 98-й 99-й 902-й это вот те города которые я назвала а в Москве метро в это время хотели построить да но этого не случилось по разным там экономическим и прочим причинам мы сейчас не можем это обсуждать это просто отдельная такая тема да вот эти проекты дореволюционные и советские инженеры приступили к строительству метро уже имели опыт понимаете того что происходит в Берлине в Лондоне в Париже то есть посмотрели что вот эта система когда у вас островные платформы когда у вас рельсы да в центре а платформы по бокам что это дешевле чтобы построить чем разделить рельсы а сделать островную в центре платформу это дешевле и удобнее но это потом крайне неудобно для пассажиров потому что им постоянно приходится взбираться и спускаться количество линий увеличиваются и сделать между такими линиями пересадки это очень сложно и решили пойти вот по другому пути так сложилось наше вот облик нашей станции в целом теперь что касается их убранства здесь тоже надо различать десятилетия значит вот первые станции посмотрите они ведь достаточно простые могут быть в плане оформления это может быть просто керамическая плитка колонны одетые в мрамор или в ту же самую плитку и собственно говоря все в этот момент в первой очереди искали архитектуру у нас с вами станции разные по архитектуре вот одно дело библиотека Ленина она вообще без колонн другое дело мощные пилоны на красных воротах потому что она очень глубоко третье дело комсомольская радиальная у которой есть дублирующие платформы ну да дублирующие как бы платформы перехода наверху то есть она же двухуровневая вот то есть здесь искали архитектуру а уже в следующих станциях стали больше внимания уделять посмотрите какая замечательная площадь революции это же да вот история страны в лицах просто да вот а самый рассвет пришелся как вы верно сказали на строительство кольцевой но кольцевая это уже 50-е годы это уже конечно совсем другая эпоха другие экономические политические задачи вот ну интересно а не было ли мысли о том чтобы ну вот о единообразии то есть у каждой станции же свое лицо вот если не брать современные там какие-то определенные но в принципе у каждой станции свое лицо и у каждой есть какие-то там свои архитектурные особенности то есть назови сейчас вот да там комсомольскую да мы все ее представляем или там вот какие-то там ту же арбатскую или там я даже помню какие люстры на какой станции да там по форме и между прочим что касается вот люстр и современных всяких станций я училась у нас школа была на студенческой метро рядом со школой рядом со станцией метро и в наши школьные обязанности у нас была практика нам приносили со станции метро студенческой вот эти плафоны со станции метро я уж не помню они металлические по-моему были тогда и вот мы школьники обязательно были их мыть там с какой-то периодичностью нам их приносили в школу поэтому вот тоже приложила руку свою да вылажила московского метро да вот но я сейчас вот вспоминаю метрополитен например в Праге где которому тоже кстати советские метростроевцы предложили руку московского метро и там даже я насколько помню и вагоны советского производства ездили вот там собственно все станции абсолютно одинаково оформлены различается только цвет плитки на стенах в зависимости от того на какой линии находится станция метро не было ли такого вот плана относительно московского метро или сразу как-то ну подразумевалось что у каждой станции будет свой образ свое лицо и ну это же сколько архитектурной работы для этого нужно тоже опять же затраты-то какие огромные на это все цели сэкономить на интерьере не было вы очень правильно ставите вопрос это была другая экономическая реальность не такая в которой мы сейчас живем и задача была получить как можно больше необычных непохожих друг на друга проектов и соответственно на реализацию этой задачи привлекались ну все возможные материалы и все возможные специалисты от витражников да на Новослободской до вот мозаичистов но должно вам сказать что украшение станции даже самое богатое украшение это 5% от ее стоимости то есть самое дорогое это построить тоннель вот вот это а мрамор это уже тоже конечно дорого но вот я сопоставление такое мысли о единообразии не было оно начало мысль о единообразии пришла в тот момент когда функционал метро победил когда он стал основным тогда у нас появились это 60-е годы типовые станции это значит что они совершенно одинаковые архитектуры у них колонны одной высоты платформы одной ширины но над ними работают дизайнеры которые вот это пустое пространство одевают в разную плитку разный мрамор и подбирают разное освещение но это тот же период когда пятиэтажки появились это вот к этому пришли в 60-е годы ну период когда хрущевки пятиэтажки как это как это подождите я здесь слышно меня нет алло алло слышно да слышно Анатолия Мария у меня подвисла немножко вот я говорю что типовые эти станции метро это наверное ну тот же период когда хрущевки появились да вот когда как раз начали штамповать такие типовые дома типовые станции метро у меня звук зависает я поняла ваш вопрос да конечно это вот кольцева так только у меня Мария зависает или у вас тоже да у всех зависает у меня Мария Юрьевна Мария Юрьевна что может быть зарядку подключить вам что-то вы нас подвисаете немножко вот сейчас нормально да у меня вроде бы зарядка идет не знаю что сейчас хорошо все сейчас все хорошо нет опять не хорошо так ладно я пока скажу что завтра вечером у нас с вами будет встреча посвященная живописи завтра будем говорить про 10 величайших русских картин сегодня так Мария Юрьевна снова с нами давайте ловить моменты когда вы с нами Мария Юрьевна слышите нас нет не слышит нас Мария Юрьевна к сожалению если вдруг не наладится Мария Юрьевна связь я думаю что вы дорогие участники семьи простите если от вашего имени тоже а вот я уже собралась вас благодарить мы к нам вернулись поэтому да так давайте вот про типовые станции и жилье и уже будем закругляться потому что почти два часа наша беседа длится конечно можно было бы еще бесконечно но я думаю что просто наши гости хотят я не знаю там есть пить ужинать дом хозяйства куры дети так Мария Юрьевна теперь у нас пропало еще и видео ну что делать давайте я пока еще раз зачитаю у нас сегодня зрители на беседе нашей о московском метрополитене из Германии Москвы из Анкары из Турции из Польши Белосток и Хайнувка Петербург Стамбул Австрия Франция Бордо тоже французский ну вот я представитель Стразбурга французского еще Франция Светлана Стиренко господи я все время я не могу выговорить название города все время Польша рядом с Варшавой еще Польша ну просто прекрасно я считаю у нас география я думаю о московском метро ну если уж не посещали лично то все точно наслышаны и уж насколько оно славится своей красотой и своей историей я думаю что эта тема безусловно интересна каждому независимо от географии так Мария Юрьевна вы с нами сейчас картинку вижу а я вот не вижу ничего и слышу плохо очень постоянно зависает звук ведь я остановлю видео так лучше будет да давайте без видео вот буквально нам заключительное слово скажите потому что потому что мы уже почти два часа здесь безумно интересно но наверное пора нам прощаться и не слышим ну хорошо что значит давайте искать во всем позитив хорошо что у Марии Юрьевны проблемы с видео и звуком возникли тогда когда уже собственно два часа сорок пять ой час сорок пять минут мы беседовали и слава богу всю информацию которая была под презентацию мы с вами успели услышать и увидеть да к сожалению не удалось запустить видео не знаю почему не могу сказать почему такое произошло но вот Мария Юрьевна сказала что вы можете найти в интернете речь Сталина и песню а самое главное это все-таки живое человеческое общение которое мы сегодня прекрасным экскурсоводом и я думаю вы тоже согласитесь со мной очень интересным человеком мы сегодня все имели и спасибо большое что вы провели этот вечер в нашей компании в компании Марии Юрьевны Галкиной и моей завтра в это же время в 9 часов вечера по Москве и в 19.00 по Франции и в Польше по-моему тоже такое же время европейское у нас здесь же в зуме будет встреча будем говорить о российской живописи да можно заходить по той же ссылке совершенно верно если кто-то вдруг не зарегистрировался еще на сайте или может быть не видел всю программу вы можете ее посмотреть на сайте club.rus.study в общем чате есть написано ссылочка на сайт пожалуйста смотрите до конца недели у нас еще с вами вот завтра среда и в четверг и в пятницу тоже безумно интересные будут встречи каждый раз разная тематика так что присоединяйтесь приглашайте друзей и знакомых и еще раз спасибо большое вам за участие все друзья прощаемся всего доброго спасибо вам большое спасибо спасибо спасибо